Всем привет, меня зовут Сергей. Походка персонажа это одно из базовых и частых задач аниматора, но иногда хочется облегчить себе работу с помощью какого-нибудь трюка. В этом видео я покажу такой трюк. В этой анимации, которую вы видите, всего два ключа. Такой способ подходит для 2D персонажей, стилизованных персонажей или например для роботов. Для этой техники надо поработать с ригом. Рассмотрим робота, которого я использую в этом видео. У него очень простой риг. Две ноги с костями инверсной кинематики, кость для таза, кость для туловища и root кость. Мы будем использовать их все, кроме кости туловища. Для начала установим один аддон. Идем в edit preference addons. В поиске пишем extra. Появляется результат, нам нужен аддон под названием add curve. Ставим галочку. Этот аддон расширяет меню добавления кривых. Для параметрической походки нам нужна кривая под названием сектор. Скроем пока робота. Добавим кривую в сцену. В настройках кривой меняем угол на 180 градусов. И режим на 3D. Сразу развернем ее по оси X и Z на 90 градусов. В оближь properties поставим галочку in front, чтобы кривая была всегда видимой. Продублируем кривую. Поменяем название у кривых. Буквы L и R это соответственно левый и правый. Добавим в сцену пустышку сферу. Поставим у нее тоже галочку in front. Продублируем и переименуем. Теперь назначим сферам constraint следовать по пути. Назначаем constraint для объектов с одинаковыми буквами в названиях L и R. Теперь выберем скелет и перейдем в pause мод. Выберем левый контроллер инвертной кинематики. Нажмем shift S. Курсор to selection. 3D курсор переместился в центр кости. Идем в object мод. Выбираем кривую сектор L. Жмем shift S. Selection to cursor. Кривая переместилась в место расположения курсора. Поступим также с другой костью и кривой. Теперь в object мод. Выделим обе кривые и в последнюю очередь скелет. Переходим в режим pause мод. Выделяем рут кости. Жмем ctrl p bone. Теперь кривые следуют за перемещением рут кости. Далее нам надо заставить сферы пустышки следовать вдоль кривой. За это отвечает параметр offset в constraint. Нам надо сделать так, чтобы этот параметр изменялся в зависимости от перемещения кости рут. Тогда и движения сферы по кривой будут также зависеть от рут. Мы это сделаем с помощью драйвера. В этом нет ничего сложного. Жмем правой кнопкой мыши на параметре offset. Выбираем add driver. Здесь нам дается некоторая переменная и возможность совершать с ней математические действия. Имя переменной var. Выберем объект, от которого будет зависеть значение переменной. Это root кость. Нам нужно взять значение от ее перемещения по оси y, потому что по этой оси будет двигаться робот. Выбираем y location. То есть теперь когда y location кости рут будет изменяться, также будет изменяться параметр offset у constraint. Вернем видимость робота. Подвигаем робота и посмотрим что получилось. Когда мы двигаем робота, сфера перемещается вдоль кривой. Это нам и было нужно. Вернем робота в начальную позицию. Далее выбираем скелет. Идем в pose mode. Выбираем левую и к кость. То есть кость инверсной кинематики. Идем в bone constraint. Выбираем copy location. В окошке target выбираем сферу L. Теперь кость, а вместе с ней и нога повторяют движение сферы. Но делают они это очень медленно. Чтобы это ускорить, подредактируем драйвер. Выделяем сферу constraint правой кнопкой мыши и edit driver. Здесь мы видим значение драйвера. В окошке expression мы можем его изменить с помощью математических операций. Нам нужно его увеличить. Значит применим умножение. Я умножу его на 20. Этот параметр я подобрал методом научного тыка. Для каждого рига нужно подбирать свое значение. Теперь робот у нас зашагал одной ногой. Займемся второй ногой. Также в pose mode выделим и к кость и применим bone constraint. Copy location. В поле target выберем сферу R. Перейдем в object mode. Выделим левую сферу. Идем в constraint. Кликаем правой кнопкой мыши по offset. Выбираем копировать драйвер. Выбираем вторую сферу. В constraint не щелкаем правой кнопкой мыши на offset и выбираем вставить драйвер. Теперь робот шагает двумя ногами, но немного не так как хотелось бы. Удалим драйвер с одной из сфер. Сфера совершает полный оборот вдоль кривой за каждые 100 единиц в окошке offset. Нам надо сделать так, чтобы ноги двигались в противофазе. Значит значение offset у сферы должно различаться на 50 единиц. Снова вставим драйвер. Отредактируем его. В окошке expression добавим плюс 50 или минус. Здесь это не играет значение. Теперь вторая нога движется в противофазе к первой. Опустим пониже кость таза в pose mode, чтобы ноги так сильно не разгибались. Выглядит неплохо, но будет еще лучше, если добавить движение туловища вверх и вниз. Для этого в pose mode выберем кость таза и добавим ей bone constraint copy location. Поставим галочку offset и уберем галочки с x и y. В поле target выберем одну из сфер. Добавим второй такой же constraint. Также уберем галочки с x и y и поставим на offset. В target выберем вторую сферу. Опустим немного туловища. Проверим результат. Теперь поставим в первом кадре ключ на перемещение. Перейдем в 250 кадр. Передвинем робота и поставим второй ключ. Мы сделали походку персонажа, используя всего два ключа. Я провел не один час за компьютером, чтобы сделать эту систему рабочей. Надеюсь мое время стоит вашего лайка и подписки. Не пропустите, скоро будет еще много чего интересного. Еще увидимся. Пока!